Мы находимся в горах сейчас. Время 6 утра. Кони, горы. Друзья, сейчас вы посмотрите увлекательный фильм. Это о нашей ботанической экспедиции на Кавказ, которая состоялась при организации и поддержке интернет-магазина «Семян Желуди». Мы ее назвали «Желуди Фишт-2022», потому что это была республика Адыгея. Мы совершили восхождение на конях в горе Фишт. И целью данной ботанической экспедиции было изучение четырех видов рододендронов. Это рододендрон кавказский, это рододендрон желтый, рододендрон понтийский и рододендрон сахадзе. Экспедиция носила не только научный характер, но это и отдых, это перезагрузка. Так как мы ландшафтники, у нас всегда июнь-июль месяц – это очень активный сезон, который связан и с дополнительной перегрузкой в рабочем режиме. Поэтому мы в данном случае, например, я, так это первый раз фактически сел на коня, освоил технику каким-то образом верховой езды. Мы прошлись по великолепным ущельям, тропам, заповедным местам, увидели кучу интересных растений. И сейчас обратите внимание на природу Кавказа, на растения Кавказа, естественно, на наши рододендроны. Желаю вам хорошего просмотра. Добрый день, заповедничек. Здрасте, мы все, погнали. Предстоит три дня увлекательной конной прогулки. Первая остановка, подтягиваем стримя. Ага. Так, подтягиваем. Моя. А как лошадь мою зовут? Серик. Как? Серик. Серик? Шалом. Подвинься, тоже покушаем. Природ, конечно, здесь огонь. Субтитры подогнал «Симон» Мы прибыли. Пошел привязывать Каня. Вот так привязывают. А мы на базе. База в конце первого дня. В горах. Ночь идет. Красотища. Сколько? Я все вообще не могу, но уже пищу не считаю. На базе. Уже выпили. Запусили. И сейчас будем готовить шашлык. Я темную историю из летописи татарского народа рассказываю. Стояние на реке Угре. Я там не стоял. Я занят был. Я занят был. Фист. Олегийский сыр. Представлен в самый широкий сорт. Даня. Ну что ты грустный? Я уже веселый. Я поел сыра. Пошли смотреть горную речку. Кайф. Вот это вот прям. Красиво. Черня прогулочка. Друзья, ну что, второй день экспедиция. У нас великолепнейшее утро. Уже мы переночевали в базовом лагере. И, собственно говоря, сегодня именно был тот день, ради которого мы прилетели на Кавказ. Мы, наконец-то, увидели, познакомились, изучили четыре вида рододендронов. Сначала, когда мы поднимались к городу, это был рододендрон понтийский. Потом, когда мы уже поднялись на второй базовый лагерь, мы, наконец-то, увидели великолепный. Это рододендрон сахадзе, с розовым цветом. Это рододендрон кавказский, белого цвета. И это у нас рододендрон желтый, ну, соответственно, желтого цвета. Так что наслаждайтесь этим нашим днем, проникнитесь растениями и посмотрите это все великолепие. Утро. Солнышко стало. Как же красиво в горах. Утро. Базовый лагерь. Все просыпаются, улыбаются, пьем горную водицу. Очень вкусно. Красота. Утро. А вот такие у нас походные условия. Да, снега в этом году много, все говорят. Забираемся на фишки. Очередная конная, приятная прогулочка. Друзья, как вам рекорд? Ну вот, наконец, вот по этой тропе сейчас съедем. Видит, по-моему, огонь. Посмотрите. Роспись. Секточки. Фиолетовый рододендрон. Рододендрон понтийский. Семейство вересколы. Речно-зеленый крупный кустарник или небольшое дерево. 2-8 метров высотой. Растет в подлеске широколистьяных лесов республики Адубия. А ты помнишь, где селии цвели в помню году? В этой долинке были лилии. Это сел. Ребята говорят, в этой долинке были лилии. Как могу, так и снимаю. Мы поставили коней на паркинг, на платный паркинг. И сейчас будем снимать рододендроны. Забираемся на фишт потихоньку. Вот такие виды у нас открываются. Фантастические. Вот они, рододендроны, в своей стихии. Вон там желтые, на сколь. Родики в своей стихии, да? Рододендрон сахаций, с розовыми цветами. Это гибрид капказского и понтийского вида. А может, это и высотная клина. Постепенное изменение внешних признаков растения на разных высотах. Вечно зеленый крупный кустарник. Один, три метра высотой. Какие-то они красивые. Родики белые. Розовые. Смотрите, какая поля. Открывается гора. Наши кони. Он не видит. Горный ручей. Ребята съемочками занимаются. Все выше и выше. Мы снимаемся. Мы снова в нашей ботанической экспедиции нашли новые растения. Сейчас мы будем его определять. Красотища. Да? Ну-ка. Да. Очень похучий. Очень прям похучий. Прям классный. Запах прямо супер. Кирилл Геннадьевич у нас тут. Сейчас мы определим, что это такое. Смотрите, какая красота. Сейчас вам покажу, как на камнях он располагается. В естественной среде. Смотрите. Просто пушка. Вот. И растет. Мям камни. Ну вот, везде он здесь. Кавказ. Наши кони. Кавказ. Их-то. Рододендроны на сконах. Все в рододендронах. Рододендрон кавказский. Достигает высоту метр-метр пятьдесят. Стебель сжачий с темно-бурой корой. Это эндемик Кавказа, ареал которого охватывает высокогорье Большого и Малого Кавказа. И заходит в Турцию по Арсианскому и Лазистанскому хребтам. Сопостранен на высоте 1600-3000 метров над уровнем моря. В России встречается в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, горах Краснодарского края и Адыгеи. Вид на Кавказ. Данный вид является представителем горно-лугового субальпийского ландшафта. Идем кверху. Какой же запах. Рододендроны. Лютеум. Рододендрон желтый. Кустарник. Видорода рододендрон. Семейство вересковое. На Кавказе встречаются местные названия, такие как Азалия, Горький чай, Бешеный хворост. Известен также как Азалия понтийская. Ареал вида охватывает восточную и юго-восточную Европу, Малую Азию и Закавказье. На территории России растения встречаются в европейской части и на Кавказе. Мы в мире рододендронов. А вот что тут есть. Перевал Черкесский. Высота 1832. Мы сейчас выше, конечно, поднимались еще. Что здесь у нас? Доска памятная. Я сердце оставил в этих горах. Наверное, какой-то альпинист. Аракелян Альберт Грантович. 1936-2001. Так. А еще тут у нас... Помните, через года, через века помните. А тех, кто уже не придет. Никогда не помните. Воинам 3-й роты 379-го Горно-стрелкового полка дивизии. В 1942 году защищали. Такой. Мемориал. Вон наши лошади. Сейчас мы к ним спустимся. по этой дорожке. И пройдем к ним. И поедем уже обратно в базовый лагерь. Утро в базовом лагере. Всю ночь лупил дождь. Сейчас вот солнце вылезло. И мы начали просушку одежды. Все разложили. Потому что все сырое. Вчера такой ливень лупил. Движ уже начался. Туристы вон собираются. Сейчас, наверное, завтракать они. И двигают каждый этот по своему маршруту. Да. Пойдем. Ждем всех. не спешивались и спускаемся по крутому склону уже на ногах вот идем спокойненько по камням сейчас мы потом обратно конец вот он макет серенький там спустились коня туман высоко в горах высоко ой, ой красиво волшебный оттуда в Кавказ вот Ярослав наш, Ярослав там медведь не видели преодолели вот это сейчас двигаемся дальше медведи вон там видели под скалами медвежата три штуки было все под теневку вешу и сажать да, двигаемся дальше да, какая же природа все-таки алга, алга, алга алга, алга да, вперед хан мой я хан конь хан как бы у меня защиту что я не только птическом медведь а еще куплю коня ну такое может быть а он, я так полагаю, будет у содержания где-то как хорошая яхта, да? ну, не яхта, я думаю, как мерседес какой-нибудь средний да? и двигаемся дальше ребята, вон там уже наверху с Сериком сейчас вон оттуда снизу поднялись вон там тропы видны опять наверху мы туманчик вот снова в горах наверху ровное место красота в облаках идем ну вот мы и заканчиваем наше путешествие прибываем на КПП заповедника откуда, собственно говоря, и начинали мы свой путь погодка, конечно, так была где-то, наверное, часа полтора-два дождем заливало ну и ничего вот уже финишная прямая все, кони уже устали жрать хотят и мы чешем вот таблички есть везде кавказский заповедник не-не-не, не надо галопом все, выходим из заповедника погода, конечно, вообще вон, ребят, поскакали уже к месту базирования все тур закончен сереньким погода вот такая а мы входим в термальные источники класс как тебе, Слав? получилось? фото делаешь, да? раздевайся друзья, ну что, вы посмотрели увлекательный фильм о нашей ботанической экспедиции, организованной интернет-магазином по продаже семян желуди мы посетили Кавказ, Республика Адыгея, мы совершили конную прогулку к горе Фишт и мы изучали четыре вида растений это рододендрон понтийский рододендрон кавказский, рододендрон сахадзе и рододендрон желтый, собственно говоря это было и целью нашей ботанической экспедиции, посмотреть их в местном ареале, посмотреть как они цветут, мы застали цветение всех четырех видов рододендронов, получили колоссальное удовольствие не только от самой экспедиции, мы и приобрели какие-то новые навыки в данном случае я первый раз, наверное, сел на коня и совершил такой длительный многочасовой переход к горе Фишт поднимались и на гору Фишт изучили и другие растения помимо рододендронов на Кавказе все очень понравилось, получили огромный заряд энергии так что погружайтесь в мир растений обязательно, ну а мы в свою очередь совместно с интернет магазином Желуди будем повсеместно водить практику, чтобы наши клиенты покупали семена высаживали у себя их на участок и наблюдали эту красоту уже у себя на участках, так что, друзья до новых встреч, у нас предстоят большое количество ближайшие 10 лет ботанических экспедиций и в данном случае одна из экспедиций она уже состоялась это мы летали на остров Сахалин изучали дальневосточные растения я думаю, что об этом у нас будет какой-то отдельный ролик что-то такое мы интересное сделаем так что, друзья, до новых встреч от успеха до езды в багажнике один шаг, один миг и мы катим да, до поездки и мы катим, да тут мы ездили как боги на конях и уже оказались в багажнике за что, почему, непонятно Саш, есть что сказать про багажнике? ну, хороший комфорт да, здесь вообще отличие, да, в багажнике? можно записать пока там, Хан, на твои три камеры обзор багажника сколько вылезает в багажнике и выложит YouTube, да? да, и делайте обзор багажника на 40 минут понятно свои чувства эмоции да, чувства эмоции и в конце будет татарская исповедь видно, как он попал в багажнике он поехал за лимонами я поехал за лимонами, да я оказался в багажнике хорошо